МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня наш день начался в 3 утра, чтобы в 4.30 уже приехать на работу, а в 5 быть готовым выехать на первый объект. Все, как у настоящего водителя спецавтохозяйства Виталия Тихонова. Для него этот ритм жизни стал уже совсем привычным. Виталий, как начался ваш день? Ну да, по привычке, можно сказать, уже встаем в 3 утра, на работу приходим где-то в 4.10, 4.15, так чтобы в 5 часов уже подготовить машину, посмотреть утром, ну и выехать часов в 5. Чуть больше года назад столица закупила новые мусоровозы. Такой мощный автомобиль заменяет как минимум 3 обычных мусоровоза марки ГАЗ. За один раз он может вывести порядка 400 кубов мусора благодаря механизму трамбовки. А значит, для выполнения одного объема нужно меньше машин. Это экономия топлива и уменьшение выброса в атмосферу парниковых газов. Небольшие габариты позволяют использовать машину для сбора и транспортировки бытовых отходов в стесненных условиях городских дворов. Низкий бор дает возможность загружать нестандартные и крупногабаритные отходы вручную. При помощи камеры заднего вида водитель может контролировать процесс погрузки. Ну она в управлении легкая и обзор у ней большой. Кабина удобная. И кабина удобная. И летом хорошо на ней работать, и кондиционер, и все. Герметичная конструкция кузова позволяет перевозить отходы с повышенным содержанием влаги. Автомобиль оборудован системой шумоподавления. И теперь по утрам чебоксарцы не просыпаются от звуков мусоровозов. Техника реже требует ремонта. Я сейчас заменю Андрея, мне просто не верится, что машина с такой огромной массой, и ее рычаги так легко двигаются. В общем-то, мои опасения не оправдались, и никаких усилий мне прикладывать не пришлось. Мы используем опыт как Германии, Франции, Польши сейчас очень сильно. Я бы не сказал, что на сегодняшний день мы как бы не догоняем их. Мы используем ту же самую технику, те же самые, допустим, контейнера, те же самые системы очистки, да. Но в том количестве, в котором они есть на Западе, мы еще их не догнали. Именно по количеству. Машины, которые вот сейчас работают у нас, они точно такие же машины работают в Германии, во Франции, в Финляндии, в Польше. И администрация города посчитала, что не надо догонять, надо идти вровень. Согласно официальному документу, правилам благоустройства города Чебоксары, принятым Чебоксарским городским собранием депутатов 24 сентября 2013 года, при выборе мусорных контейнеров нужно учитывать такие качества, как экологичность, безопасность, например, отсутствие острых углов, легкость в применении, легкость в очистке и привлекательный внешний вид. Сегодня в городе установлено более 3,5 тысяч евроконтейнеров. Из них около 3 тысяч установлено спецавтохозяйством, бесплатно для гаража. Чем отличается евроконтейнер от обычного? У него есть большая крышка, которая защищает мусор от разлетания, а также предназначена для крупногабаритного мусора. Есть маленькая крышка, так как не каждому гаражанину удобно и приятно открывать мусорный контейнер постоянно, она открыта, и сюда можно спокойно положить свой мусорный пакет. Контейнеры должны быть установлены на специальных площадках, удаленных от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстоянии не менее 20 метров, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. При этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать собственно транспорту. Размер площадки на один контейнер 2-3 квадратных метра. На территории жилого назначения площадки нужно проектировать из расчета 3 сотых квадратных метра на одного жителя или одна площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки 5-10 градусов в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Освещение площадки производится в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 метров. К площадкам сбора, твердобытовых отходов и крупногабаритного мусора круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд. Парковка автомобилей у площадок запрещена. Однако с нарушениями правил мы сталкиваемся все чаще. Здесь не то, что подъехать, но и пройти сложно. Вот и приходится бедной женщине вручную перекладывать мусор из одного контейнера в другой, доступный для мусороуборочной техники. А ведь эти люди ничем не отличаются от остальных. Разве что они с самого утра убирают мусор, оставленный нами, и борются с человеческой несознательностью. Он попросил, немножко хотел билисты для виду, чтобы закрывалось. А то вон, вот открыто вон, видите, что делается. Ну, сюда приходят, вот так кидают, вон, оставляют, кидают, уходят им. Пофиг. Так от кого же зависит чистота улиц и дворов? На нашем сайте мы провели опрос. 52% чебоксарцев считают свой двор чистым и ухоженным, 41% – грязным. При этом, по мнению 86% опрошенных, состояние двора зависит и от работы коммунальных служб, и от сознательности родовых граждан. Но почти половина из нас никогда не участвовала в облагораживании придомовой территории. Парадокс, но факт. Конечно, еще не во всей столице стоят современные контейнеры. Стоимость такого, кстати, 14,5 тысяч рублей. Во многих дворах можно встретить железные и уже проржавевшие баки без крышки и колесиков. Их вместимость намного меньше евроконтейнера. Они склонны к протеканию. Мусор от них разлетается в разные стороны и создает крайне непривлекательный вид. Еще одно ноу-хау – это псевдо-евроконтейнеры. Оборудование из дешевого пластика, в котором лобзиком вырезается отверстие, имитирующее крышку в крышке. Ломается очень быстро. Пожалуй, управляющим компаниям и жильцам стоит задуматься, покупать ли такое. Мы привыкли видеть город чистым. Но, как в известной пословице, что имеем не храним, потерявший плачем, мы никогда не задумывались, а что будет, если как-то раз ни один уборщик и ни одна единица спецтехники не выйдут на работу. За день в Чебоксарах вывозится около 400 тонн мусора. За год – более 150 тысяч тонн. Если его считать в железнодорожных вагонах, вмещающих по 40 тонн, то получится состав из 4 тысяч вагонов. То есть через 4 дня на улицу просто противно будет выйти. Расплодятся паразиты, крысы, распространятся болезни. Но техника исправно выходит на работу. При том, что за вывоз мусора чебоксарцы платят в среднем по 18 рублей с человека в месяц в многоквартирных домах. И по 25 рублей в частном секторе. Многие горожане о такой дешевизне даже и не догадываются, потому что эти расходы не отражены в коммунальных платежках отдельно. Они теряются в графе «за содержание жилья». Это самый низкий показатель в России. Почему так мало? Есть такой показатель, как норма накопления от населения. В Чебоксарах она не пересматривалась с 1984 года. По этой норме один человек за год выбрасывает всего 0,4 кубометра бытовых отходов в год. За последние годы мусора стало намного больше. Увеличилось количество одноразовой упаковки. В реальности эта цифра должна быть в 4 раза больше. В Нижнем Новгороде считается, что на одного человека приходится 1,5 кубометра мусора. Тарифы при этом вырастут, но тогда у компаний появится возможности. Закупать дополнительные контейнеры и необходимую для вывоза мусоротехнику. В немецком Дюссельдорфе при примерно такой же, как в Чебоксарах, численности населения, мусорных контейнеров в городе 100 тысяч. У нас 11 тысяч. Любые экологические проблемы, они на самом деле, они не 7-минутные, они чаще всего отсрочены. То есть это на самом деле будет отражаться на наших детях, на наших внуках. Но чтобы это не отразилось на наших детях и внуках, на самом деле, то нужно эти проблемы уже начинать решать сейчас. Иначе будет просто поздно. В республике все-таки будет, я думаю, что либо в этом году, либо в следующем уже запущен новый полигон, репутированная, Пехтулинская свалка. То есть это первые шаги, крупные шаги на самом деле. В чем будут построены два мусоросортировочных завода. То есть это опять же шаги в этом области. Будет применяться специальная техника. По данным фонда «Общественное мнение», 84% россиян уверяют, что если бы у них была возможность выкидывать каждый вид мусора в отдельный контейнер, они бы этой возможностью воспользовались и начали бы сортировать мусор. 8% говорят, что никогда бы этого не сделали. Такое ощущение, что мы чаще сталкиваемся именно со вторыми. Заглянув под крышку контейнера с надписью «Пластик», мы можем увидеть далеко не то, что ожидали. Не знаю, не задумывалась об этом. Да, конечно. Конечно. Серьезно? Нет. Нет, почему? Ну что, все в пакеты в мусор? Не знаю, не задумывалась. Конечно. Возможно. С удовольствием сортировала бы. В принципе, да, почему бы нет? Наверняка. Нет. Почему? Время нет. Время нет. Да, лень. Да я не против сортировать? Да я бы сортировал, но мало кто сортировать, потому что бросает то, что есть. Ну, как-то распитание так. Реалии таковы, что компаниям невыгодно дополнительно заниматься сортировкой мусора. Дешевле вывезти на свалку. Однако действующая пехтулинская свалка функционирует с 1964 года. Только представьте, площадь в 30 гектар, глубина 12 метров ниже нулевого уровня, высота насыпного слоя 15 метров. Этой весной на пехтулинском полигоне испытали шредер, который измельчает отходы, в том числе и металл. Это устройство по функциональности заменяет несколько перерабатывающих машин. Железные ножи измельчают, и из крупногабаритных отходов на выходе получаются практически щепки. Технология такой переработки твердых бытовых отходов в Финляндии уже используется порядка 20 лет. Если заранее отсортировать мусор, можно использовать измельченную массу для вторичного производства или получить альтернативное топливо. Средняя скорость утилизации мусора 25-30 тонн в час. Но чтобы переработать ею весь этот полигон, по словам финских специалистов, потребуется немало времени. С точностью можно сказать, что убираться в городе мы научились. Но так мы устраняем лишь последствия, а искоренять нужно причину. Так как же научиться не мусорить? Есть несколько вариантов. Увеличить количество урн. Обычно дойти до мусорки мешает простая человеческая лень. Повесить в городе социальную рекламу против мусора. Чаще проводить субботники и акции. Исследования социологов подтверждают, мусорят чаще там, где уже грязно. Поэтому нужно поддерживать улицы в чистоте. Не выбрасывать упаковку, а использовать ее вторично для каких-нибудь нужд. И самые эффективные, по мнению специалистов, введение больших штрафов. Этот метод практикуется во многих странах. С одной стороны, он делает граждан более культурными, поскольку бьет по их карману. А с другой, является эффективным средством пополнения бюджета. В Великобритании брошенный на асфальт окурок обойдется нарушителю в 158 долларов. В Сингапуре в 385 долларов. В Германии за выброшенный окурок гражданин обязан уплатить 28 долларов. Но при введении штрафов за мусор в России возникают некоторые трудности. Кто будет начислять эти штрафы? Кто будет следить за чистотой наших улиц? Во Франкфурта на Майне работают мусорные детективы. Работники частной фирмы, которую наняли городские власти, чтобы патрулировать наиболее замусоренные места. Также проблематично определить, кто именно выбросил мусор в неположенном для этого месте и доказать вину. Необходимо указать еще один вариант борьбы с привычкой мусорить. Это экологическое воспитание. Ничто так не действует на ребенка, как пример, который подают ему старшие. Учить бережно относиться к природе, сохранять свое и общественное здоровье нужно и в семье, и в детском саду, и в школе. Всероссийское движение «Эко» проводит викторины «Мобильные технологии для экологии» в рамках проекта «Зеленые школы». Ребята получают знания об охране окружающей среды. Ученики 10 класса 56 школы стали победителями одного из этапов конкурса. Я считаю, что в вырубке лесов мы получаем топливо, а также мы можем строить новые жилища, дома. Из явных минусов в вырубке лесов можно назвать то, что леса, как крупнейший производитель кислорода, не имеют альтернативы. А также то, что при вырубке лесов нарушаются природные ареалы обитаемых живых существ. И я не знаю, какие плюсы могут перекрыть данные минусы. Сознательного поведения людей, от отношения к себе, к своему здоровью, к природе окружающей, к культуре, к традициям. То есть вот это отношение показывает и зачастую вообще говорит об уровне развития людей в любом обществе. И вот о том, что творится и происходит на наших улицах, когда мы видим, особенно по весне очень актуально, то когда вы оцените просто уровень развития нашего человеческого общества, о чем мы говорим. Элемент игры немаловажен в процессе обучения и воспитания. Чтобы достучаться до умов, всегда нужно придумывать оригинальные подходы к вопросу. Экологическое воспитание школьников является одним из приоритетных в работе. И считаю это очень правильным и важным. Потому что экологические проблемы – это те проблемы, которые касаются каждого человека. Понятно, что мы каждый год выходим на экологические субботники. Осенью, зимой следим за хорошим состоянием нашей пришкольной территории. Дети с удовольствием выходят на экологические субботники, участвуют в них. Но становится неприятно и обидно, почему нам приходится убирать мусор за тех людей, которые проходят по территории школы. И в рамках этого у нас есть задумка провести работу с жителями микрорайона. С помощью маленьких наших детей подготовить агит-листовки, агит-плакаты с призывом не мусорить на территории микрорайона. Ну и в соответствии с главным призывом сделаем мир краше. Подведем итоги. Техническое оснащение Чебоксар позволяет сегодня быстро и аккуратно очищать улицы от мусора. Однако не все компании владеют современным оборудованием. При этом каждый житель платит символическую сумму за вывоз мусора по сравнению с другими городами России. Норма накопления от населения за 30 лет, несомненно, изменилась. Но не в документах, а лишь фактически. Растущее количество мусора привело к тому, что единственная в городе свалка исчерпала свои возможности. Эксплуатация этого объекта явно производилась без расчета на будущее. Сегодня же каждый должен сознательно подходить к вопросу экологии и принимать участие в облагораживании территории совместно с коммунальными службами. А экологическим воспитанием нужно заниматься и в семье, и в детских садах, и в школах. Кроме всего, одним из элементов профилактики загрязнения улиц могли бы стать штрафы за мусор в неположенных местах. Есть такое твердое правило – встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. В этом дворе ты будешь гулять, по этой дороге ходить, на этой скамейке сидеть. Так почему бы не постараться для собственного комфорта? Это была программа «Комфортный город». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»